Здесь не нужен постускоритель, просто тяжелый ускоритель первичного пучка бомбардирует тонкую мишень в этом случае, фрагмент-сепаратор выделяет необходимые продукты, которые используются в эксперименте. Здесь также не нужен постускоритель, то есть схема довольно упрощенная, но ее недостаток в том, что здесь используются тонкие мишень, соответственно, выход продуктов на 2-3 порядка меньше, чем в этом случае. Значит, фабрики радиоактивных пучков в настоящее время используют и тот, и другой метод в зависимости от задачи, которая перед ними стоит. Вот здесь такая сложная диаграмма РОДМЭК европейского, ну ПЭК, европейские ядерные сообщества, которые в настоящее время существуют. Это Соединенные Штаты, Мичиган, новый проект, ФРИП, который будет реализован, вот, здесь еще плохо видно, как он не убедется, это Мичиган. Это РИП, Япония, РИП-фактори, который уже работает и проводит все эксперименты. Наконец, это всем хорошо известный проект ФР, GSI в Дармштадте, Германии, который реализуется. Это в Ганиле, спираль 1, спираль 2, вот здесь показаны проекты, которые поддерживаются НУПЭКом, европейским физическим обществом. И это проекты изольда, которые используются, в первую очередь, это изольда Церни, это Дрипс 1, Дрипс 3, Дубне, я об этом тоже несколько дальше расскажу, и другие проекты. Вот такая карта, и вы обратите внимание, что практически во всех ведущих центрах мира, это Штаты, это Япония, Германия, Франция, Италия, опять же Франция, реализуются проекты, уже реализованы первые этапы проекта, реализуются в последующих этапах проекты, фабрики радиоактивных пучков. Здесь же вот стоит и Дубна, всего-то тремя модулями получения радиоактивных пучков. А что я скажу? Очень коротко о самых основных проектах. Первый проект это, конечно, изоль фасилит и их церкви. Значит, изоль, метод впервые был реализован в Низбор-институте, еще в 1951 году, и с тех пор успешно используется в разных, так сказать, установках, в том числе и в Церни, на изолье, где получено более 600 изотопных пучков, именно пучков, хотя литенсивность у них несколько сотен кэф до нескольких мэф, но между тем на них проведено большое количество спектроскопических исследований, и в настоящее время реализуется проект Хайя-изоль, новый проект, который увеличит энергию до нескольких десяток мэф на уфлот, и увеличит существенно на 2-3 порядка интенсивность пучков. Это ЦЕРН. Это Рикин, японский проект, который уже реализован, обратите внимание на закращенное финансирование, 2 гига евро потрачено. И вот этот старый проект Рикина, который был в 80-е годы запущен, это новая часть РИП-фактори, которая уже функционирует, в которой добавлены постускорители, большой фрагмент-сепаратор и накопительные рукольца для накопления пучков радиоактивных ядер. Первые эксперименты на этом ускорителе уже стартовали. Наконец, это спираль-2 во Франции. Спираль-1 успешно функционирует уже более 15 лет в этой части. К ней добавляется новый предускоритель, линейный ускоритель, который позволит получать пучки протонов-дектонов колоссальной интенсивности до 3-5 мА, и получать в разных реакциях, в частности, в реакциях фрагментации урана гамма-квантами, это деление, осколки деления будут получены, потом эжетированы, во-вторых ускорители ускорены, и область более тяжелых ядер для того, чтобы исследовать слияние, испарение и гиперноластик колледжа. Проект по европейским масштабам не очень дорогой, на него потрачен 120 миллионов евро. И он заканчивается в 2017 году. Вот это спираль-2. ФР. Я хотел очень коротко рассказать об его возможности. Здесь физические задачи, которые стоят на ФР. Это, в первую очередь, антипротонный пучок будет использован. Это будут разные состояния ядерной материи исследований. Но отдельный пункт, и очень серьезный пункт, это получение вторичных пучков. С инергией 1,5-2 ГВ и фактор 10,4 по сравнению с настоящей интенсивностью. Международным проектом по истине. В 2012 году было подписано соглашение немецкого, это министр наук и технологий Германии, а это наш соотечественник научный директор ФР Борис Шарков. Россия здесь на втором месте по финансированию. Она почти 180 миллионов евро вкладывает в этот проект. И проект, в котором будут концентрированы все достижения и успехи получения рамея ГИЛ. Это европейский проект. Сейчас развивается концепция этого ускорителя. Здесь тоже самые разные методы, от тяжелых ионов до спорященных тагетов, до диктонов, протонов, галлоквантов, интенсивности, тоже совершенно колоссальные, 5 миллиампер. Сейчас выбирается место строительства этого ускорителя. Это радиоактивные фабрики. Это будет типа ЦЕРН, только для работы с радиоактивными пучками. Наконец, дубна. Второй год финансируется создание новой базовой установки. Это коллайдер тяжелых ионов НИКа. Это модернизация нублатрона. Это создание нового инженерционного комплекса. Наконец, совершенно новая установка. Два накопительных кольца с двумя точками пересечения. И новый детектор. Этот проект рассматривает только исследование, посвященное горячей, плотной, бреной материи. То есть, в основном, на эту физику, на физику экзотической состояния ядерной материи. Однако, сейчас обсуждается вопрос использования вот этого накопительного кольца для накопления пучков радиоактивных ядерок и для использования их в разных задачах, в том числе процезионных измерений массы. В лаборатории ядерных реакций уже 15 лет функционирует проект DRIPS, дубна, радиоактив, айон, BIMS. Значит, это сложный и достаточно проект. Имеет три моды получения радиоактивного пучков. Первая мода, так называемый DRIPS-1. Использует один циклотрон и второй циклотрон. Этот циклотрон М4С является производящим. Здесь энергии до 100 мая и углом. Реакции фрагментации. Получаются экзотические ядра специально в кетчере. Потом ЕЦР и он источник. Транспортировка по галереям второй циклотрон. И здесь до ускорения. Это постакселератор. DRIPS-2. Это использование фотоделения, реакции фотоделения. Для получения осколков деления. То есть масса радиоактивных пучков в районе масса осколков деления. И последующие их ускорения на одном из этих пускольких. Пока реализована только часть проекта, где используются низкограничные пучки. Это до сотен кэф осколков деления. Мы так унеслись в этой деятельностью. Занимаемся исследованием спектроскопии этих осколков деления. Пока пучков осколков деления нет. И в физике пока хотят исследовать структуру этих экзотических пучков. DRIPS-3. DRIPS-4. Это наши лаборатории ядерной реакции возможности. Два ускорителя в разных зданиях. Галерея для транспортных пучков. Здесь пучки производятся радиоактивно. Транспортируются сюда, ускоряются. DRIPS-2 используют фотоделение урана. Десять грамм урана под действием гамма-кванта превращаются в осколки делений, которые транспортируются в лабораторию в ООН-Энерджи. Радиоактивный эндвим экспериментальный зал. И в последующем будут ускоряться до энергии нескольких десяток метров. Вот интересерности пучков, которые мы имеем в настоящее время. Гелий-6. Десять девятую штук в секунду. Гелий-восьмой. Пять на десять шестой штук в секунду. Это ожидаемое. Сейчас это десять пятой. То есть мы реально это имеем. И результат некоторых экспериментов я коротко представлю здесь. И, наконец, это вот DRIPS-2, осколки делений. ООН-Энерджи, оло-132, мы в настоящее время имеем десять шестой штук в секунду. То есть это вполне достаточно для изучения структуры этих ядер. И вот что представляет из себя источник осколков делений. Это микротрон. Маленький ускоритель электронов. Такой, как функционирует в неявленном ГУ. Но выход осколков из него достаточно высок. Смотрите, вот это экзотические ядры осколки деления. Десять пятый, десять третий, десять четвертый. О, вот это десять седьмую штук в секунду. DRIPS-3 проект, который сейчас реализуется. Первый очень, это новый ускоритель, так называемый супер-хэви элемент факт 3. То есть инфарклика для получения сверхтяжелых элементов. Здесь будут ускоряться ионы средних масс, от кальция до женеза. Очень высоких интенсивностей, до 1 мА для получения и изучения свойств сверхтяжелых элементов. И с перспективой создания связи между этим ускорителем и постускорителем DRIPS для получения пучков с коричневых составных ядер и использования них на разных установках. Вот эти установки созданы, функционируют, это семь установок, это сепараторы, это магнитный спектрометр высокого разрешения, это газфильд-сепаратор и пневматический и так далее. Все это в состоянии процесса отработки. Физика вокруг этого дела, значит, все это стоит больших денег, вы видели, это гигаевры, сотни мегаевра. Зачем все это надо? В первую очередь, конечно, это лимит стабильности тяжелых элементов. В настоящее время, опять в субботу, Аганесян будет рассказывать об этом. Мы в Дурне достигли предела, это последние 118 элементов, в реакции к Калифорнии, плюс кальций-48. Дальше двигаться в сторону 124 элемента является проблематичным в связи с необходимостью выбора новой реакции. Конечно, хорошо было бы заменить Кальций-48 на Кальций-54, и тогда мы вышли прямо на остров стабильности. Это очень важный вопрос. Где предел стабильности? Здесь кончается нуклонная стабильность ядер. Что творится за нуклонной стабильностью этих ядер? То есть это сверхтяжелый изотоп легчайших элементов, головой скин, новые виды распада и так далее. И, наконец, колоссальное значение эти пушки и реакции с радиоактивным ядером имеют для астрофизических исследований. Вот что получено в настоящее время на пучках радиоактивных ядер. Это сбор 8, у которого обнаружено протонный голову. Видите, это 11, это с нейтронным голову. Гели 6, это нейтронный скинь. Это дважды магическое ядро с равным штолм протонов и нейтронов. Олова сотая синтезированная тоже на пучках радиоактивных ядер. Двухпротонная радиоактивность. И кластерная – это новые массы, измеренные с помощью накопительных конец. Это новые моды распада, это пионные атомы и так далее и тому подобное. То есть уже сейчас, несмотря на то, что радиоактивные пучки эффективно используются всего лишь 10 лет, получены колоссальный объем новой информации, который заставляет несколько поленовую взглянуть на ядерную физику. Вот здесь еще раз я хочу повторить задачи, которые будут решаться на фене. Здесь очень много задач с высоких энергий. Релятивистка ядерной физики, так называемая. Но есть установка, на которой будут исследоваться экзотические ядра, продукты деления, фрагментации. Наконец, везде в программах написано получение сверхтяжелых элементов с помощью пучков. Вот один из примеров, полученных в ГЭС-лине так давно, для измерения масс в ядер. Два метода используются. Это шоткий масс-спектрометр, который позволяет измерять массу вот с такой точностью до 4 на 10 минус 8. Это колоссальная точность, пока не доступная ни одному другому методу. И, наконец, это вот эти красные линии измеренной массой с помощью изохронного масс-спектрометра. Это тип от циклаторонного метода для измерения с помощью высокой частоты этих масс. То есть точно немножко попуже. В настоящее время за 5 лет исследованы 350 кг масс вот с такой точностью. И предложено, имеется пропоза на измерение 300 кг масс. Причем, вот один из примеров измерения масс ядра архути 208, который получается с лица 210. И здесь вот целый район масс ядер, которые будут измерены из распада с лица 210, который позволит получать функцию взаимодействия между последним протоном с последним нейтроном в этих нейтронообогащенных ядрах. Еще очень интересно. Это ядра с высотным спином, так называемые бешено вращающиеся ядра. Вот эта синяя черта ограничивает угловой момент для ядер стабильных, пучков стабильных ядер, кальций 48. Наибольший угловой момент мы видим до 70 аж. Это в настоящее время получается на пучках легких радиоактивных ядер, таких как магнит 2,26. Вы видите, здесь угловой момент в составном ядре доходит до 70-80 аж. И, наконец, предполагаемая реакция с радиоактивными пучками криптон и олова до 99 аж. Совершенно, так сказать, недосягаемые другими способами угловые моменты, где предполагается получение гипердеформации Джакоби, разной формы и другие-другие эффекты. Вот такая наглядная картиночка, которая показывает ситуацию с различными деформациями ядер существующих сегодня. Это гипердеформация, вот это так называемый Джакоби состоящее, формы и другие легкие элементы. Вот здесь, в этой области водороды, гелий, литий, берилли, экспериментаторы нашли, так говорят, до последней точки и получили последние стабильные радиоактивные ядра, например, ну, третий, понятно, гелий-восьмой, литий-одиннадцатый, бериллий-денадцатый. А что происходит дальше, за границами наклонной стабильности? Эти ядра также наблюдаются в реакции, в виде резонанса, с определенной структурой, с определенным временем жизни, которое существенно больше, чем характерное ядерное время. И уже в этой области, продвижение в эту область становится возможным только благодаря пучков радиоактивных ядер. Вот пример проведенного в лаборатории ядер реакции эксперимента по измерению возбужденных состояний системы водорода 5. Используется третий мишень, которая произведена в Арзамасе, третий пучок, это тоже пучок радиоактивных ядер. И вот такой сложной генематической реакции, которая изучается, корреляцией между протоном и продуктами распада водорода 5, это три нейтрона с использованием нейтронного детектора, был получен такой спектр для водорода 5, где определенное основное состояние, он является нестабильным на 2 мэла и несколько возбужденных уровней в этом ядре. То есть ядро ведет себя совершенно как такая система, с определенной системой уровней, с определенным временем жизни. Время жизни 10 минус 19 секунды, определенная вушерение резонанса. Гелий-девиации. Это чисто радиоактивный кучок гелия 8, ДП-реакции гелия 9. Вот его энергетический спектр. Мы видим граунд-стейт вот здесь находится, где-то 0,5-0,7 мэл. Это первое возбужденное состояние с энергией 2 мэла, и второе возбужденное 5 вторых с энергией 4,2 мэла. Сейчас ведутся эксперименты по гелии 10. Оказывается, что стабильность изотопов гелия увеличивается по мере увеличения числа нейтрон. Это называемый гелий-аномалий. И вот эти процессы можно исследовать только в реакциях с орбитовыми кучками. Средние массы ядерств. Это вот изотопы от кислорода до кальция, хрома, магрица. Здесь очень сложная ситуация. До сих пор не определено линия стабильности или область стабильности. Вот красными и синими показывали предсказания границ стабильности ядер. И здесь также сейчас ведутся эксперименты по синтезу этих ядерокривания стабильности. Обнаружено для этой области шаркоэксистенс, так называемое сосуществование двух форм. Сферически деформированные, например, серо-44, вот имеет такой вид. И оказывается, что деформированная форма серо-44, она оказывает большее влияние на стабильность ядерок, чем сферическая форма. Изменяются оболочные числа. Вместо 20 магическим числом становится 16 для этой области ядерок. Вместо 28 – 26 проявляется оболочные числа и так далее и тому подобное. То есть существенно меняются наши классические представления о этих вещах. Вот реакции, которые предполагаются, рекомендуются для получения более тяжелых, сверхтяжелых изотопов, легчайших элементов. На геле 8 – аж 7, на геле 10 – пучок геле 10, геле 12, геле 13, кисторон 25, кисторон 26. Некая картина, сценария развития нуклеосинтеза для легких ядер. Черные вот эти линии – это стандартные сценарии развития, а красные – это новый сценарий развития, который появился после того, как были измерены сечения этих процессов реакции с радиоактивными ядрами. С гелием 6, с литием 9. Я хотел бы поблагодарить вас за внимание и очень короткие замечания. Все эти проблемы мы обсуждаем раз в 2 или раз в 3 года на традиционных совещаниях и симпозиумах по экзотическим ядрам, которые проходят в России, в различных городах. В прошлом году был в Владивостоке. Следующий будет в Калининграде с 8 по 13 сентября. Соучредителями этого симпозиума являются Дубна, Риткин-Япония, Фэр-Джинсай, Ганин и Мичиган. Все директора их лаборатории являются сопредседателями, сочерненными этого симпозиума. Поэтому я с удовольствием приглашаю вас всех в Калининград для обсуждения этих проблем, связанных с экзотическими ядрам.